Полицейские рассказали жителям Петропавловска о том, как не попасть на удочку интернет-мошенников. Вместе со студентами-волонтерами одного из городских колледжей они раздавали прохожим памятки в торговых домах областного центра. А еще подробно пояснили, какие схемы придумывают преступники, чтобы завладеть личными данными граждан на просторах всемирной сети. Все подробности в материале, подготовленном при содействии пресс-службы областного департамента полиции. На сегодняшний день, пожалуй, каждый человек сталкивается с покупками товаров в сети интернет. Но, как мы видим, большое количество объявлений являются фейковыми. Поэтому хотелось бы предупредить жителей нашей области соблюдать меры предосторожности в сети интернет. Чтобы не допустить случаев интернет-мошенничества, добровольцы помогают полицейским в раздаче населению памяток и брошюр. В них изложены основные правила, которые могут обезопасить североказахстанцев от уловок преступников. Не стоит соглашаться на сомнительные сделки в интернете. Прежде чем пойти на них, посоветуйтесь с родными и друзьями знакомыми. Отказывайтесь от предоплаты при покупке или продаже товаров. Во время интернет-сделок не сообщайте номера банковских карт, пин-кодов, а также пароли, поступающие на мобильный телефон. Одни из самых распространенных схем обмана, которые в последнее время часто используют интернет-мошенники, получение онлайн-кредита, доступ к онлайн-банкингу. Одним из распространенных преступлений является интернет-мошенничество. Поэтому нами совместно с волокерским клубом «Комкор» сегодня была проведена разъяснительная профилактическая работа с населением. Также хотелось предупредить население соблюдать меры предосторожности в сети интернет, ни в коем случае не перечисляя денежные средства неизвестным лицам. С начала этого года на уловки мошенников на различных онлайн-ресурсах попались более 270 североказахстанцев. Дарья Пашмынцева при содействии пресс-службы областного департамента полиции.